Всем привет! Вы на канале Javix, меня зовут Богдан и сегодня мы сравним два фитнес-браслета. Это Mi Band 4 и Mi Band 3. Посмотрим на их отличия, посмотрим на комплект, чем они отличаются. Естественно, поговорим о том, люди, которые владеют уже Mi Band 3, например, стоит ли переходить на Mi Band 4. Ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои ролики, ставьте колокольчики и поехали к подробному обзору. Итак, значит, что Mi Band 4 и что Mi Band 3 идут практически в одинаковых коробочках. То есть, снизу черная, сверху белый фон и, соответственно, здесь 3, здесь 4. Ну и, соответственно, нарисован Mi Band 4 и Mi Band 3. Все остальное полностью аналогично. Снизу, сверху все то же самое. Давайте посмотрим на комплект. Итак, ребята, вот две коробочки. Начнем с Mi Band 3. Он уже у меня достаточно давно. И сейчас я покажу, что идет в комплекте. И, соответственно, покажу, что идет в комплекте с 4 Mi Band. Я его купил недавно, буквально, ну, грубо говоря, неделю назад. И так, как мы видим, все практически то же самое. Только в Mi Band 3 была коробочка желтого цвета, в Mi Band 4 она стала белой. Значит, все лежит абсолютно так же. Только вот, смотрите, вот маленькие такие штучки. Вот, например, как вот эта штука, за которую вам удобнее намного вытягивать коробочку с 4 Mi Band. Здесь же такого нет. Так, все остальное то же самое. То есть, вот здесь отдел для, значит, инструкции вашего Mi Band, а также и в 4. В коробочке у 4 Mi Band тоже инструкция. Здесь лежит, собственно, сам браслет. Абсолютно одинаковом пакетике. То есть, это 3 Mi Band, это 4 Mi Band. Ну, и, соответственно, здесь лежит зарядка третьего Mi Band, которая очень-очень много чем отличается от зарядки четвертого Mi Band. А так, по сути, одно и то же. Теперь, ребят, давайте перейдем к, уже ближе к обзору этих двух браслетов и посмотрим, чем они, соответственно, отличаются и стоит ли переходить. Во-первых, изменился сам экран этих браслетов. То есть, этого браслета, этого 4 Mi Band, значит, на Mi Band 2 и на Mi Band 3 он был черно-белый. На Mi Band 4 он стал уже цветным. Сейчас я добавлю яркости, чтобы было все хорошо видно. Во-вторых, добавили яркости. Теперь на солнце браслет не выцветает. То есть, его отлично видно, когда прям очень яркое солнце, то есть, жесткое солнце светит. Вы абсолютно все отлично увидите. В случае с Mi Band 3 он немножко бликовал. И, ну, прям когда очень жестко светит солнце, то очень плохо было видно время. В случае с циферблатами на Mi Band 3 их было только 3. На 4 их добавили около 50, наверное, или 40 чем-то штук. Точно не помню. Их можно менять с вашего мобильного устройства. А на самом Mi Band также есть сохраненных 3 циферблата, которые вы можете сменить прямо с браслета. Заходим в дисплей. Вот такой браслет, дальше, то есть, вот такой циферблат, вот этот и вот этот. Все остальные на вашем мобильном устройстве вы можете посмотреть и синхронизировать прямо с мобильного устройства. Что касательно зарядки, так здесь уже минус, то есть, батареи. Здесь минус 4 Mi Band, потому что 3 Mi Band держал у меня где-то около 2 недель в активном использовании. В 4 Mi Band, вот я вчера заряжал его до 100%. Походил вчера целый день, сегодня целый день и сейчас у меня уже 85%. Это при том, что Mi Band был не на максимальной яркости и, соответственно, на ночь я отключал его от своего телефона. Еще хотелось отметить, что Mi Band 3 и Mi Band 4 отличаются датчиками. Теперь здесь их улучшили. Стал он работать намного лучше. Во-первых, стал лучше работать акселерометр. То есть, когда вы поворачивали 3 Mi Band, он не всегда срабатывал. В случае с 4 Mi Band это происходит постоянно. То есть, только вы минимум повернули, он сразу срабатывает, когда этот еще думает. Также изменили зарядное устройство. В случае с 3 Mi Band он просто-напросто сюда вставлялся. Вот таким вот образом. Вставили и поставили на зарядку, и он заряжался. В случае с 4 Mi Band вам нужно также снять капсулу, что, конечно, плохо, потому что уже пора бы с 4 Mi Band выпустить браслет, который заряжался в ремешке. Чтобы за каждым разом не нужно его было доставать отсюда. Ну, так вот. И, собственно, контакты находятся вот здесь. Соответственно, ванночка, если это можно так назвать. Вы его вставляете до щелчка, и, собственно, тоже он будет заряжаться. Многих интересует вопрос по поводу, какую версию купить. Вот, допустим, 4 Mi Band есть версия китайская, есть версия глобальная. Чем они отличаются, и будет на китайской версии, и будет ли русский язык. Ребята, можете покупать смело китайскую версию. Русский язык будет. То есть, смотрите, браслет хоть китайской версии, хоть глобальной версии, он идет... То есть, он должен подключиться, чтобы обновиться. Когда вы только подключаете его первый раз к телефону, он, собственно, скачивает приложение. Вы скачиваете приложение, он скачивает обновление, устанавливает, все сам делает. И, собственно, загружает сразу, допустим, русский язык. Хоть это китайская версия, хоть это глобальная версия, русский язык он автоматически поставит. И, соответственно, вы сразу сможете пользоваться на русском языке. Языке смысла переплачивать нет. Чем отличается глобальная версия от китайской? Во-первых, тем, что глобально есть NFC-модуль и в китайской его нет. Значит, стоит ли за это переплачивать? Я думаю, нет, потому что, ну, это вообще бесполезная вещь, как по мне в фитнес-браслете. Что китайская, что глобальная, все то же самое, кроме, как я уже сказал, NFC-модуля. Я думаю, мало кто знает, что это и мало кому это понадобится. По сути, он стал тот же браслет, только добавили просто цветной экран и, собственно, очень много циферблатов. И они будут в каждом обновлении добавляться, добавляться. То есть, это однозначно плюс. Ну и, соответственно, немножко исправили вот этот акселерометр, который через раз работал. Это тоже плюс. Цена браслета адекватная, заказать можно по ссылочке в описании. То есть, отличия есть. Я всем советую покупать четвертый Mi Band, потому что я сам ходил с третьим очень долго, перешел на четвертый. Классная вещь. В общем, ребята, заказывайте, кому нужно, посмотрите еще какие-нибудь ролики, чтобы более детально все изучить. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Также ставьте колокольчики, чтобы не пропускать ролики на моем канале. Всем удачи и всем пока!